всем привет сегодня речь пойдет о моих орхидеях на блогах ну и наверное получится заснять все какую-то мелочь которая растет потому что у меня блочники и мои малыши растут вместе и вот эта красотка расцвела шилашиста вот такое вот название произрастает это природная шилашиста таиланд индия и вот такие вот два цветоноса порадовала на меня в этом году я ее покупала кстати в том году тоже с двумя цветоносами но честно говоря я вот чтобы понять что она растет очень сложно по ней потому что как-то вот и не корней таких вот прямо вот в активном росте не видно ну такое вот растение видно что корни живые и живые и потом вот начинают бутоны весной и растут растут и превращаются в такие вот прекрасные красивые маленькие цветочки они не очень маленькие но форма конечно бесподобная красивые у нас этой ночью был дождь я обожаю разглядывать свои орхидеи после дождя и немножечко прохладная ночь бы было всего 14 градусов у нас обычно сейчас 17 18 19 и вот сейчас как вы видите уже 16 7 и 95 градусов по 95 процентов влажности 6 15 утра солнышко встает просыпается и вот такие вот лучки солнышко начинают заглядывать в мои орхидеи и это просто невероятное зрелище ну вот еще одна моя тоже растет очень давно уже на блоке и и постоянно цветет так вот у меня водичка там находится потому что здесь быстрее пересыхают орхидеи под крышей чем они находятся в гринхаусе могу сейчас установить и хочется не радоваться цветочками ну вот я их выставила здесь все мои цветущие и она постепенно постепенно растет и новые цветочки выпускает здесь ну главное чтобы была влажность конечно для корней ну и смачиваю обрыскиваю конечно же это я кстати как раз вот пересаживала недавно ну как пересаживала название одну до пересадка просто я подкладывала какой-то другой больше блок потому что уже все переросло и нужно было что-то делать с этим и вот я просто подкладываю вот такие вот какие есть блоки что я покупаю и результат как вы видите на лицо как корни быстро ну и не знаю на месяц полтора наверное насколько быстро можно замечать процесс весной когда тепло обалдеть как корешки разрослись новые росты это я когда-то покупала не видела не знаю что это будет еще какие цветы будут в общем будем ждать и наблюдать и здесь смотрю тоже процесс пошел я не подкладывала не мог ничего просто так вот прикрутила и все и это что у нас в котлее шалериана на жалелию рупер стресс а я что-то думала что это другая ну ладно купила да не знаю что купила ну в общем они у меня уже год живут и все им нравится вот одна из моих загадок которую я еще вообще не понимаю ну это примерно из рода как шилашисты которые я тоже не понимаю в общем я купила когда-то и оно не понятно что оно делает ну я смотрю что здесь начинают расти тоже корешки очень сложные для меня эти орхидеи надеюсь что я не загублю ну уже тоже наверное около года она у меня живет ну и пока что еще живая ну сегодня да такое видео получится погуляем потому что давно мы не гуляли и не рассматривали мои орхидейки и вот смотрите начинает расти цветоносик здорово это дендробиум монополум я когда-то покупала маленький маленький такой ростик и вот я посадила на вот такую вот длинную коряжку коряжку кусочек дерева не знаю где я ее взяла где-то увидела наверное в магазине продавались и вот так вот она начала расти в разные стороны и все ей нравится здорово конечно когда видишь результат смотрите как корешки начинают расти как им нравится после дождя это просто здорово здесь у меня еще не произносим слух боимся сглазить это я когда-то покупала в общем это энцикле мария кажется да да и вот так вот она у меня росла такой вот маленькая видите тоненькая такая коряжка и я подсадила потому что очень она иссохлась ну вот такие вот тоненькие вот они были да чтобы вы понимали и я подложила опять же большую такую вот толстенькую и смотрите как сразу корешки пошли и весна солнышко конечно делают свое дело здорово и вот про мою посадку которую я сейчас я меняю все свои орхидеи которые я могу пересадить пересаживаю просто в кору и сверху мох и результат меня просто настолько удивляет я понимаю что весна я понимаю что солнышко я понимаю что все 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 будет расти но такого результата у меня не было достала еще в одну гладианиана она никогда у меня еще не цвела у меня их оказалось две одна на блоке но я тоже посадила этот блок в горшочек и смотрю там тоже новые ростики но то что происходит здесь это конечно так там улитка сейчас вот так вот после дождя я обычно тоже хожу и собираю улиток ну что поделаешь вот так вот они у меня живут здесь на природе на улице есть свои минусы конечно но мы сейчас о плюсах и вот я показываю результат я конечно в шоке столько новых ростиков и внутри и вот вы видите кора я ее честно говоря и не замачивала вот она видите еще даже такая вот сухая да я раньше садила и рассказывала что мох внизу ну потому что у нас дожди особенно прошлым летом было просто какое-то непонятное явление природы постоянные дожди у нас были и я решила что мне нужно все поменять и я конечно в шоке вот такой вот посадки что происходит но надеюсь что цвести будет тоже нужно конечно сейчас удобрять это все дело и будем ждать результата это еще я одну красавицу показываю которую я недавно тоже пересадила видите все свеженькое я не сильно беру такие огромные горшки ну конечно огромные ну вот есть место да лилия лукасиана она у меня цвела и я ее пересадила вот смотрите сколько новых ростиков и у нас есть даже результат здорово я знаю что эта лилия у меня уже цвела здесь у меня все мои лилии растут ну вот посмотрим что еще будет цвести я кстати недавно тоже вот пересадила недавно вот наверное вчера это это оказалось у меня два растения в одном горшке лилия джонхи не она вот я ее получается она тоже вот так вот росла в маленьком в таком вот пластиковом коричневом горшочке и получилось что там их две и я их разделила и вот тоже вот так вот посадила одна здесь одна здесь ну посмотрим вот как быстро это все дело начнет двигаться потому что мне не нравится что они у меня не цветут ну посмотрим вот здесь уже есть результат конечно советовать и следовать все что мы видим что у кого-то цветет а у нас не цветет нужно сделать точно так же это конечно ошибка и нужно подстраиваться под свои условия под свой свет под свой полив ну в общем смотрите на свои условия смотрите на свою на свой полив на свое освещение ну и вот мы повернулись на эту сторону и вот здесь вот у меня малышня разная разная ну и вот я очень рада что у меня начинает что-то расти потому что честно говоря да ну вот ну вот так вот не знаю как-то ничего у меня чтобы прямо я вот в восхищении была от новых ростов от всего не было такого все как-то вот в таком вот сонном режиме было ну сейчас после этой вот посадки или может быть потому что я начала тоже пользоваться удобрениями все пошло в рост это котлея дарманиана со второй попытки джуди мне давала одно растение я его угробила и я очень рада что она мне дала еще одно но этому растению уже оно у меня живет с прошлого года наверное точно если не больше и вот я смотрю сейчас тоже видите я его тоже пересадила и пошел процесс какой-то очень много я вижу что растут новые росты даже выходят вот за края это котлея давиана которую мне далее я думаю что будет больше растения но вот вы видите начинает начинает все расти в общем я конечно не буду проходить по всем растениям но результат результат вы видите на лицо новые ростики новые корешки все как-то вот ну еще и после дождя и весна да вы скажете да все конечно будет расти ну вот ну не знаю не всегда так все растет вот видно новые новые ростики и кстати большие котлеи которые я пересаживала тоже так реагируют тут вот у меня два растения которые не росли знаете что еще наверное я думаю что это удобрение я начала сейчас пользоваться мне посоветовали с нашего клуба я вам покажу чем я пользуюсь я просто подкладываю эти гранулы сейчас при каждой посадке и вот вы видите пошел новый ростик это он сидел и вот у меня они не росли вот нет этот вот он сидел как-то стоял и вот это вот парафаленопсис обалдеть какой корешок пустили и я все-таки наверное склоняюсь сейчас что это еще зависит и от удобрений ну что пошли посмотрим удобрение как бы это смешно не выглядело ну вот я пользуюсь вот такими вот последние наверное вот спустя это вот как у нас был митинг наш здесь у меня в доме мне посоветовали купить это удобрение и добавлять и честно говоря я его добавляю сейчас везде выглядит оно в гранулах вот такие вот гранулы видите и я при каждой посадке по парочку гранул я добавляю ну и давайте почитаем что здесь как вы видите все витамины присутствуют я все-таки думаю что это эти гранулы чудо гранулы которые помогают мне запустить мои орхидейки в рост ну вот как вы видите наверное все таки удобрения имеют значение я как-то всегда не знаю ну я удобряла орхидеи ну так вот чтобы прям вот я их удобряла удобряла и уделяла этому такое большое значение такого у меня не было наверное потому поэтому у меня и такого и цветения не было и сейчас я вижу что все таки нужно удобрить удобрять орхидеи и хорошими удобрениями и как можно чаще я так понимаю поэтому постоянно находите время и удобряйте ваши орхидеи тогда будет вам радость какой новый корешок вылез как же это здорово обожаю наблюдать за новыми корешками особенно после дождя это кстати еще одна моя новинка и я недавно купила это природный природный сархакалос не могу природный сархакалос должен быть ну вот видите не успела я но есть еще тут немножечко такое вот красивые были цветочки ну я не люблю хвастаться не своим цветением поэтому поэтому вот так ну а здесь вот всякие такая вот у меня вот малышня которую я покупала и она не знаю выживет не выживет но как-то все потихонечку потихонечку начинает расти вот так вот выглядят мои малыши мои блоки я кстати недавно еще купила три фласки это вот смотрите совсем маленький покупала его вот что вот это вот мне дали растения без ничего что-то начинает расти дендробиум пиндулум дарк так вот выглядит это все ну 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 ой корешки я не знаю я не люблю вот так вот ходить что-то показывать непонятно что показывать но я знаю что каждый что-то возьмет для себя ну вот вы видите вот у меня и подончики вот так вот будем просто гулять да и буду вам показывать что пошел в рост тоже стояла очень долго орхидейка здесь кстати дендробиум сулкатум выдал даже мне цветоносы ну посмотрим зимовал сухой стоял и начало расти все ну вот так вот видите вот так вот выглядят мои растения я знаю что любят погулять я сама любительница когда показывают просто орхидейки как они растут как они поживают вот здесь у меня целлогинки полочка для целлогин списиоза выдала один цветочек ну вот пока что только она цвела показываю целлогину адарди очень много тоже новых ростов ну пока что цветение мы не видели ну что поделаешь не знаю может быть им нужно больше света ну сейчас у меня солнышко как-то на эту сторону начинает уже светить здесь и посмотрим здесь вот моя страдалица дендробиум ну ну начал расти конечно когда очень сухо орхидеи страдают нужно чтобы была влажность поэтому я сейчас начала просто блоки в горшок с корой и им нравится вот кстати моя это бросового ну доза я тоже пересадила ее вот так и как вы видите есть процесс тут даже двулистная они что бывают они что двулистные они обычно однолистные ну не знаю ну вот даже цветем будем цвести вернее ну вот из того еще что не росло и начала расти ну вот такая малышка ну страдали они реально страдали не знаю почему посадка не подходила и вот как я только пересадила корая мох сверху смотрите и ростики какие пошли ну все таки посадка имеет значение и удобрение имеет значение все имеет значение это моя кстати котлея рекс давно она живет у меня но маленькая маленькая ее вообще не знаю там 2-3 псевдобульвочки было ну растет живая поэтому я жду что когда у меня что-то будет свистеть уже потому что очень много малышей я накупила когда-то давно и к сожалению приходится долго ждать смотрите какой котлея элдорадо какой красивый ростик корешки все растет красота вот я с вами переехала в большую теплицу покажу здесь теплицу green house вот это вот наверное одна из первых которых я пересадила в такие вот горшки котлея amazing thailand и как вы видите насколько ей нравится это просто что-то невероятное что-то невероятное три новых ростик а сразу видно конечно виден результат и вот вот как вы видите вот эти вот гранулы сверху какой новый рост конечно я вижу да сразу результат я вам хочу сказать что я вижу и посадка котлея харисониана я сейчас все пересаживаю так и как вы видите у меня результат просто налицо даже знаете что бульбофилум я пересадила бульбофилум это фрости это фрости и я просто его посадила добавила опять же эти гранулки и сколько новых ростиков и я поняла что все-таки бульбофилум тоже не нужно делать сильно влажно им не сильно это нравится ну вот результат виден конечно и ванды какие корешки класс поэтому я делаю выводы свои собственные никого не говорю чтобы никому не говорю чтобы повторяли следовали моим правилам но все я вижу результат и я понимаю что это все работает всем орхидейкам просто нравится мох сверху ну буквально вот ешь оно наверное из-за того что еще и уплотняются и растения сидит более плотно из-за того что мох сверху удобрения наверное делают свое дело это все в процессе еще пересадки нужно видеть и вот не пересаженное растение как видно ну а это уже пересаженное и какой ростик котлея трианая которая недавно цвела я ее пересадила это я не пересаживала это я не пересаживала потому что здесь вот такая красота ну об этом уже наверное в следующем видео потому что сегодня о другом вот я кстати достала какая-то котлея висела и я понимаю ну вот вы видите да если внутри посмотреть корешки были никакие такие вот знаете вот не росло ничего не росло и вот как вы видите сейчас это недавняя посадка можно наблюдать здесь уже и свежие корешки пошли в рост и два таких вот новых роста и вот эти вот гранулы про которые я говорю они постепенно будут растворяться и как видите кора сухая вот прошел дождь ну насколько растению это все нравится подалдеть ну раз мы уже зашли с вами сюда вот здесь вот такой вот у меня небольшой детский сад это я купила фласки я стараюсь покупать что-то такое очень редкое которое невозможно у нас найти ну и это одна из как вы видите название говорит за себя да если я скажу что я не видела не то что цветущую я не видела даже растение у кого-то в коллекции это ну и вот когда я конечно увидела фласку то я решила что мне это нужно ну и как вы видите все растения живые это мне посоветовал кстати ну я тоже учусь да все мои смотрите корешки начинают уже расти вот такие вот брусочки видите вот на заднем плане вот эти вот это пробковая 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 для пола пробка плитки такие и я их разрезала и вот так вот их разложила я и жду пока это все дело прирастет и вот малышня другая что я купила это такое вот название не видно да вот такое вот название я купила вот такое вот название я купила вот таких вот малышей и и я посадила в серамис и мелкую кору и кстати есть результат не смотрите на эти кончики потому что солнце попадало с одной стороны я не уследила и они отгорели ну и такое вот бывает конечно ну слава богу все начало расти новые листики корешки честно говоря я еще не потеряла ни одно растение хотя раньше у меня были потери ну посмотрим пока все растет поэтому нахожу общий язык и с малышами и вот здесь вот кстати вот в этой вот в таких вот горшочках это вообще мелочь мелочь вот которую даже невозможно было посадить в отдельный горшочек ох эти мои попугаи кричат на заднем плане это вот такая вот у меня и вот как вы видите даже это малышня вся растет вот не знаю может быть я набралась опыта научилась чему-то в этой жизни да ну век живи век учись ну там на заднем плане более такие покрупнее это то что мое точно ну а это если если дай бог что-то приживется нужно как-то отрабатывать свои покупки поэтому посмотрим чем это все дело закончится ну вот вот сидит и кричит вот оно ему нужно невозможно разговаривать да кстати вот прохожу мимо и попросили меня тоже спросили у меня как чувствует себя мой white bed plant смотрите как он себя чувствует обалдеть он начал тоже расти и выдает мне прекрасные новые листья хотя зимой он страдал вот такие вот листья он не выдавал зимой как вы видите никакие и мы будем даже цвести видите это растет цветоносик вот это вот там вот еще поэтому скоро будет красота красивые листья конечно стараюсь его сейчас тоже поливать побольше удобрения будем ждать ну и здесь как вы понимаете у меня такая небольшая больничка в общем это орхидеи когда или я при пересадке делю остаются просто такие вот задние псевдобульбы или орхидеи которые ну вот не росли никак так я их теряла наверно одна из тех видите иногда и такое бывает и вот я она в надежде пересадила опять вот вы видите что здесь практически же ничего не осталось и начинает что-то расти магия все-таки все-таки я думаю что это удобрения делают свое дело ну и конечно посадка ну вот кстати недавно котлея интермезия орлата просто одна не знаю слышите меня или нет но попугаи делают свое дело видите вот я пересаживала и просто так вот ну жалко было выкинуть одна псевдобульбочка и вот как вы видите начал расти новый ростик то есть все всем нравится как корешки начинают расти супер просто это максима семи альба которую я недавно показывала цветущий видите что происходит конечно все мы теряем орхидеи и это очень жалко ну смотрите это я тоже кстати недавно показывала я ее потом пересадила интермедиа акуини на блюр апсоди где она вот она показываю смотрите здесь ничего уже нету да наверное кто-то скажет ну все выкидывай ну это я примерно точно так же думала но я вот сейчас понимаю что здесь начинает что-то расти начинает начинает что-то набухать не знаю весна солнышко удобрения не знаю что это и вот кстати вам тоже пример сегодня наверное больше по реанимации реанимации да даже даже уже бирка развалилась полностью вот такая вот орхидея давным-давно она у меня вот ну вот давным-давно но вот не хотела она расти совсем постоянно страдала и вот я ее пересадила сейчас видите кора мох разделить разделилась уже растение полностью ну и вот я сейчас вижу что процесс остановился и начало что-то расти нужно уделять внимание конечно много каждой орхидеи когда их еще и такого вот количества как и у меня ну хочу я вам сказать что это стоит того и орхидеи орхидеи конечно удивляют знаете что это это одна псевдобульбочка отвалилась когда я пересаживала сангуэлобу или а нет сенабарину наверное вот эту вот сенабарину я пересаживала видите и отвалилась одна псевдобульба она была вообще без корней без ничего и я вот так вот ее положила и я понимаю что там набухает какая-то почечка слушайте ну здорово ой красота ну что всем желаю чтобы ваши орхидеи радовали вас новыми ростами новыми букетами цветоносами ну и что всем пока пока до нового пышного цветения моих орхидей надеюсь что это будет всем пока пока я не хочу вот вот вот